Прежде чем мы перейдем к общению со слушателями, да, я хочу вам задать вот еще один вопрос, который меня крайне волнует, и часто мы его обсуждаем с представителями бизнеса, со следующего, ну, фактически мы отказались от ЕСН, значит, перешли на страховые взносы, но именно с 1 января 2011 года у нас начинается веселье, да, вот самое, что называется, веселье, когда все это вырастет, причем вырастет прилично, с 20 до 26 процентов. И, насколько я понимаю, аргументы тех, кто говорил о необходимости данного решения, также покрытие дефицита именно пенсионного фонда, да, пенсионных наших дел. Ну, вот ваш взгляд как экономиста на вот это и что будет, ведь, понимаете, многие мне представители малого и немалого бизнеса говорят о том, что, слушайте, это непродуманное решение, это неподготовленное решение, но власти сейчас уже неудобно и она не может откатить назад, хотя я тоже не понимаю, что значит неудобно, да. Ваш взгляд? Ну, мой взгляд то, что, конечно, на том уровне, на котором была поднята ставка взносов в социальные внебюджетные фонды, например, пенсионный фонд на 6 процентных пунктов, это еще более-менее терпимо для экономики, хотя неприятно. Но дальше повышать, поддерживать высокие пенсии за счет повышения налогов на фонд оплаты труда будет уже невозможно. У нас после этого повышения ставка взносов в пенсионный фонд одна из самых высоких в Европе, только буквально три западноевропейских страны будут иметь более высокие ставки взносов в пенсионный фонд. Чтобы нам поддерживать пенсии на том же уровне к зарплате через 12-15 лет, надо еще 6 процентов добавить эти взносы. Тогда мы будем рекордсменами среди развитых стран, не говоря уже о развивающихся. И что, и куда мы пойдем? А не надо забывать, что за последние два года собираемость подоходного налога, он с той же базы, собственно, взимает, что и страховые взносы, она упала процентов на 10 в условиях кризиса. Сейчас мы с 11-го года повысим ставки взносов, значит, еще сколько там, 5-7 процентов налоговой базы уйдет с целью уклонения от избыточного налогообложения. Поэтому надо понимать, что уже за счет этих потерь собираемости мы примерно половину прироста страховых взносов уже потеряли. Мы подняли, грубо говоря, на 6 процентов, а три из них потеряли только потому, что база сузилась из-за кризиса, из-за снижения собираемости и ухода экономики в тень. Ваш взгляд? Я абсолютно поддержу Михаил Гуновича. На самом деле, к нам уже стали поступать ряд писем в общественную палату, где граждане просто спрашивают совет, а что им делать. На очень многих крупных предприятиях, на малых предприятиях сейчас идет такой постепенный увод в серые схемы, перевод на ИЧП, на другие различные схемы для того, чтобы уже подготовиться к этому шагу со стороны предпринимательского сообщества. Нравится нам это или не нравится, это происходит. Это де-факто. И только какими-то карательными методами, я думаю, нам практически от этого будет очень трудно уйти. И мне кажется, действительно, я бы очень серьезно вернулась к осмыслению необходимости этого шага и, самое главное, де-факто, что мы получим. Я считаю, что это будет вообще сокращение поступления в бюджет, поскольку мы в предпринимательском сообществе тоже общаемся достаточно много с лидерами. И практически все высказывают неофициальную позицию, что с этим надо что-то делать. И стоит, может быть, рубить или это невозможно? Нет, это вполне возможно. Наш налоговый кодекс позволяет принимать изменения, не ухудшающие положение налогоплательщиков, в том числе и накануне введения соответствующих норм. Без какой-то предварительной процедуры, без периода, в течение которого налогоплательщики должны быть проинформированы. Это вопрос политической воли, но и не только. Это вопрос поиска других источников финансирования пенсионных расходов. Но надо понимать, что сейчас снижение ставки налогов в пенсионный фонд, страховой взнос в пенсионный фонд, уже невозможно без принятия понятных решений, как мы возместим для пенсионного бюджета потерянные расходы. А без рассмотрения вопросов, в том числе о досрочных пенсиях и в том числе о постепенном повышении пенсионного возраста, практически эту задачу решить уже невозможно. Все другие источники исчерпаны. Давайте будем параллельно теперь общаться и с нашими радиослушателями. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Добрый вечер, Руслан. Да, Руслан. Ну, как бы умом-то я за, поднятие. Это хорошо сказано. Умом-то я за, а чем другим вы против? Ну, у меня, кажется, одна из проблем, что, во-первых, надо делать такие вещи, надо делать в комплексе, а у нас, как всегда, что-то одно пытаются менять. А, во-вторых, еще проблема в том, что обществом сейчас все воспринимается, любое решение такого рода воспринимается как против общества. Ну, подождите, но вот тех аргументов, которые были сегодня приведены в нашей программе, вам достаточно? Нет, один аргумент мне очень не понравился. Сейчас вам его скажу. Аргумент в том, что нехватка рабочей силы. Вот этот аргумент он совершенно не хотел. Ну, он сейчас... Стравляемся в том, что производительство в России очень-очень-очень на низком уровне. Она отличается в десятки раз от цивилизованных стран, любых Европы, Америки и так далее. Мне кажется, вот этот путем надо для начала идти, или хотя бы параллельно. То есть, если мы поднимем производительство труда, то мы решим проблему занятости. Мы решим проблему занятости, мы решим проблему очень сильно привлечения мигрантов и так далее. Потому что у нас полностью отсутствует сейчас система профобразования. То есть, рабочий, профессиональный... У нас сейчас оценится профессиональный рабочий в 10%. Да, Руслан, спасибо. Мысль, я понимаю. Михаил Иванович, это вот на ваше высказывание такая реплика. Руслан, конечно, прав. Надо повышать производительство труда. И я вот могу сказать, что действительно производительство труда у нас росла неплохо и до кризиса. 4-5% в год. Но если мы только этим темпом будем ее поддерживать после кризиса, то ведь до кризиса у нас еще на 2% в год росла численность занятых. А после кризиса она будет снижаться на 1-1,5% в год. И в результате тот же рост производительства труда даст нам, ну, реально, вот специалисты посчитали, 2,5% роста доходов в год. Вместо 6-7%, как это было до кризиса. Ну, понятно, что это темпы, которые никого не устроят. И поэтому одной производительство труда мы тут не отделаемся. Вообще очень трудно повышать производительство труда, как я уже сказал, одновременно имея сокращение общей численности занятых. Потому что нам приходится, нам нельзя создавать новые производительные рабочие места. На них просто нет, не хватает рабочих рук. Чтобы создать что-то новое, надо обязательно закрыть что-то старое. А это всегда процесс очень болезненный. Поэтому, конечно, мы бы гораздо легче могли повышать производительство труда более быстрыми темпами, если бы численность занятых росла. За счет только мигрантов мы численность занятых уже не увеличим. Мигрантов будет недостаточно. Нам нужно более активно увлекать все население, которое дружоспособно, в трудовую деятельность. В том числе и людей старшего поколения, если они могут трудиться. Ну, 40% пенсионеров первые 5 лет после выхода на пенсию продолжают работать. Так что, в принципе, просто нужно вовлекать их более активно. Более того, привлекать их на работу в производительных рабочих местах. Не охранниками на автостоянках, не гардировщицами. А использовать их профессиональный потенциал, создавать для них места, которые создают больше добавленной стоимости и дают большую зарплату. Вот у меня свой личный пример. У меня мама после официального выхода на пенсию еще 7 лет работала. И вот буквально только в этом году завершила. И, по-моему, у нее есть желание опять повернуться на работу. Я ей уже говорю, ну ты уже успокойся, отдыхай. Нет, вот это еще, кстати, и поколение-то такое особое. Они не хотят особо-то сидеть. Ладно, внуки, внучки и так далее. Елена Ядильевна, я не могу вас не спросить о том, а вы не боитесь, что возглавляя в общественной палате социальную комиссию, вы подвергнетесь жесточайшей критике за поддержку подобных инициатив? Ну, наверное, риски такие и есть. Более того, эти риски уже сейчас реализовываются. Я не могу сказать, что они мотивированы, вернее, они мотивированы, но, скажем, они больше эмоциональны. И в этом смысле... То есть они носят популистический характер. Да, они популистический характер. Поэтому я занимаю позицию такую, мы должны максимально отстоять социальные права наших граждан, сделать таким образом, чтобы этот переход был наиболее безболезненным для них. И самое главное, простимулировать граждан к развитию другого вида обеспечения своей старости, такие как негосударственные пенсионные фонды. То есть человек должен сам думать о своей старости. То есть вот такое ответственное отношение к своей жизни, это нужно воспитывать как раз у молодого поколения. Поэтому переход должен быть постепенным. Продолжение следует... Продолжение следует...